Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Точно ли, что всякий грех и хула простятся человеком? И мы будем отталкиваться от Евангелия от Матфея, 12 глава, 31 стих. Здесь прямая речь Христа. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком». Мы уже выяснили с вами, что хула на Духа Святаго – это не верие в божественное милосердие. Но если мы верим в божественное милосердие, неужели всякий грех и всякая хула проститься человеком? Людям в это бывает очень трудно поверить. И в Ветхозаветные времена многие люди представляли Бога жестоким и грозным, который нависает своим оком над каждым человеческим существом. Но в том же Ветхом Завете, в книге «Исход», 34 глава, с 5 по 8 стих, рассказывается, как Господь явил и открыл людям славу имени Своего. И мы читаем. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него», то есть близ Моисея, который прятался в ущелье, «и провозгласил имя Еговы, и прошел Господь пред лицем его», то есть Моисея, «и возгласил Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей в тот час пал на землю и поклонился Богу». Итак, мы видим, что когда Господь прозглашает свое имя, собственное имя Господь, то Он говорит о себе, что Он источник любви. Даже тогда Господь, когда говорит, что грехи родителей переходят к детям, надо понимать, что это великое благо для семьи в целом. Что это может означать и какое же это благо. Например, отец был пьяница, и он не изжил в себе этот порог. А его сын видел такой пример отца перед глазами, но он изживает в себе этот порог. А если не сын, то внук, а если не внук, то правнук. И один в роду, который изживает порог свойственной семье, он приносит благословение в эту семью. Потому что за праведное деяние благословение на тысячи родов. На тысячи родов. И это благословение многим поколениям. Нечто подобное мы можем прочитать и у пророка Исаии, 1 глава, 18 стих, где Господь говорит о том, что Он силен очистить нас, буквально очистить, убелить от всякого греха. Господь говорит через пророка Исаию, «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Итак, мы видим, что для Господа нет ничего невозможного. Но иногда нам самим кажется, что есть такие ужасные, скверные, гнусные грехи, которые не могут быть прощены. И такой убежденностью мы пытаемся положить предел божественной любви и божественному милосердию, которые совершенно не имеют никакого предела. Об этом мы можем прочитать у апостола Павла. Первое послание Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. Читаю. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакие» – «малакие» – это пассивные гомосексуалисты, ни мужеложники, мужеложники – это активные гомосексуалисты, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. А далее. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Вот это та божественная реальность, сила божественной любви, которая может превозмочь в нас все. И подобные слова мы находим и у апостола Павла, это его послание к римлянам, когда, с одной стороны, он показывает общую греховную помутненность рода человеческого, а с другой стороны показывает, что Христос опрокидывает все это действием любви и божественного милосердия. Павел пишет. «Их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под закону, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним, то есть перед Богом, никакая плоть. Ибо законом познается грех и внимание. Но ныне, независимо от закона, то есть независимо от наших злых и добрых дел, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили». Видите, почему нет различия между нами? «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Это послание к римлянам, 3 глава, с 10 по 25 стих. И еще один очень удивительный текст, в котором говорится в этом же послании к римлянам первоверховного апостола Павла, что ни наше стремление к спасению, ни наши заслуги на этом пути, подвиги, подвязания ничего не значат по сравнению с божественным милосердием. Апостол Павел так и пишет. «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». А теперь посмотрите, как эти слова истолковывает блаженный Августин. Когда Павел говорит «помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего», он не ставит под сомнение свободу воли, но говорит, что нашего желания недостаточно. Если сам Бог не придет нам на помощь и не сделает нас милосердными, дабы мы могли творить добрые дела через дар, то есть дар любви Духа Святаго. Мы даже и желать не можем, пока не призваны, то есть действием призывающей благодати. А когда мы желаем после призвания, то опять недостаточно ни воли нашей, да у нас и нет никакой воли, ни подвязаний, какие у нас подвязания, да если бы и были бы, если только Бог не даст сил подвязающимся и не приведет, куда зовет. Потому и очевидно, что от Бога милующего, а не от желающего и не от подвязающегося зависит делание нами добра, хотя в них и присутствует наша воля, то есть в добрых делах, которая сама по себе ничего не может. И, как я часто напоминаю вам и себе, самая часто повторяемая цитата во всем своде книг добротолюбия – это слова Христа «Без меня не можете делать ничего». Итак, не будем удивляться, что Христос сказал, что всякий грех, всякая хула простятся человекам. Это власти, это во власти Его божественной любви, Его божественного милосердия. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Продолжение следует...